Девушки отдыхают По словам Юли, ее тренер Наталья Павлова сажает девушку на диету и лично контролирует каждый съеденный спортсменкой кусок. Когда ты подходишь, накладываешь себе в тарелку, потом она подходит к тебе и забирает, или как-то ругает и говорит, это не ешь, не ешь. Хотя сама Наталья Евгеньевна утверждает другое. Никто не требовал от Юлии Антибовой прекратить есть. Девочка буквально тает на глазах. Но желание стать олимпийской чемпионкой во что бы то ни стало доводит до того, что в какой-то момент Юля просто-напросто перестает есть. Чудом каким-то я не падала в обмороке. Я именно приходила на тренировки и с настроением, и откуда брала энергию просто из воздуха. Это просто сумасшедшие родители, сумасшедший тренер, который говорит, что ваш ребенок будет олимпийской чемпионкой, но вот ей надо сбросить вес, вы понимаете, что ей надо сбросить вес. И родители, да-да-да, все, не будешь есть. Антипова меняет тренера. Когда вес фигуристки достигает критической отметки в 24 килограмма, ее новый наставник Артур Дмитриев отказывается выпускать подопечную на лед. Только тогда родители начинают бить тревогу. Их ребенок находится на грани жизни и смерти. Приезжает ко мне человек из концлагеря практически. Ну, я говорю, хорошо, выйди на льду, просто постой, покатайся. Ну, я смотрю, она начинает просто перебежать, не то, что там какие-то элементы, а какие-то перебежки начали делать, у нее ноги подгибаются, я говорю, так, все. И к врачу. В срочном порядке Юлю госпитализируют в одну из израильских клиник. Мне сказали то, что Юля, ты кушать сама не сможешь. Поэтому тебе ничего не остается, как мы тебе будем вставлять зонт. Это было очень больно. Это было очень больно психологически. То есть ты ничего не ощущаешь, да, то есть вкусовыми рецепторами, а все поступать через трубочку у тебя в живот, это ужасно. Дальнейшая реабилитация Юли в Израиле обошлась ее родителям в крупную сумму. Деньги собирали всем миром. Спасибо большое. Благодаря вам я сейчас сижу здоровая. И радостная девочка, которая была в прошлой жизни, в жизни радостная. И я очень вам благодарна. Спасибо. Сейчас Юля полна сил, энергии и планов на будущее, в котором, по ее словам, будут большой дом, муж, дети и любимая работа. Ни спорт, ни олимпийская чемпионка, ни худоба, ничего, а жизнь. Вот жизнь, вот это моя цель, что я вот хочу к ней вернуться. Субтитры создавал DimaTorzok